Итак, мы с вами изучаем, что такое тонкое тело ума. Там, в самой глубине, вот ниже этого озера, находится песок. Ну, озеро всегда заканчивается песком. Вот, песок — это как раз и есть вот этот шарик, о котором мы говорили, вот здесь. Это, он соткан из песчинок судьбы. На санскрите это называется карма-васаны. Карма означает судьба, васана означает узелки. Ну, то есть это узелки судьбы. И в результате влияния времени они выходят наружу, сначала действуют на самый подсознательный нижний слой нашей жизни. То есть сначала все эти узелки судьбы, как ни странно, действуют не на нас даже, а на наших близких. Поэтому и говорится, человек, живи правильной жизнью, иначе твои отношения со всеми будут разрушаться. Иначе тебе социальной защиты не будет в жизни, не будет богатства, достатка. И так далее. Потому что это входит в контакт с судьбой раньше всего. Потом следующее, что входит в контакт с судьбой — это наше здоровье. И только потом, уже когда судьба дальше-дальше идёт, она влияет уже на настроение. Но настроение и наш характер, судьба может влиять опосредованно. То есть она действует на наших близких, а близкие нам портят настроение. Это же наша судьба заворачивается на нас уже назад. И мы думаем, что это они виноваты в нашей жизни. А мы не видим этих тонких, таких незримых связей. Но эти связи существуют. И поэтому человек должен учиться жить правильно для того, чтобы победить эти все контакты, невидимые эти все связи судьбы. Продолжение следует...